Думал, думал, куда сегодня съездить, прокатиться. Привет, привет. И надумал. Поеду туда, где я бываю реже всего. Адамир вам на месте стоит. Уазик ждет вас. Как неудачно так за мусорочкой. Давай, давай, езжай, езжай. В общем, предлагаю прокатиться на самый северный пляж Ладонского. Тот, который находится за спортивным. Поездка на улице Калараш. Это прям полоса препятствий. Кстати, сегодня нормально еще. Сегодня нормально. В первой части мы просто прокатимся, а вторая часть уже будет дневной обзор. Видите, новая разметочка, 20 километров всяких дня. Мы за этим уже машинам поедем, не за мусоркой, а на обоисково. На тот пляж, к которому мы ходим, люди идут с Сочинского шоссе, там, которые проживают ближе к Одиссеи. Ну, помните, я тогда ездил, красивые эти домики смотрел наверху, недостроенные домики смотрел. И вид оттуда прям шикарный. Вот в ту степь. Ну, а заодно вы узнаете, точнее, не узнаете, а кто-то узнает, кто-то вспомнит маршрут, который ведет от Калараш в сторону Рыбацкого, в сторону пляжа Касабланка, Одиссея. Только в ускоренном варианте на мопеде. Вот если вот на Скалараш начинает движение, то вот таким макаром, в принципе, пойдете пешочком. Все то же самое, как я еду, только, может быть, по тротуару. Вперед! За мост! Надо было очки брать, а я их, дурак, вытащил. Здесь вот вчера, говорят, сбили насмерть мотоциклиста. Не уступил водитель автомобиля дорогу. Точнее, нет. Водитель автомобиля со второстепенной ехал. В сторону Туапсе пробки. Небольшая пробочка, скажем так. Небольшое, даже затруднение, даже не назовешь это. А где-то здесь по правую руку от меня начинается пляж Касабланка. Точнее, нет, санатория Лазаревская, выход. Вон же Аквамарин. А Касабланка сейчас остается по правую руку от меня. Ну, сегодня не пойду, я там недавно был. Каждый день неинтересно. Ну, а вот здесь пляж Одиссея. Даже, видите, машинка. Одиссея. Забирает гостей в санаторий и буквально метров 400-500 отвозит до санатория. Кафешка, которая сгорела, разобрали. И там все, кафешка была, магазинчики. Ходит версия, что это был поджог. Орешник. Вот это другой орешник, который на Сочинском шоссе. Ну, а я уже практически прибыл к месту назначения. Вот сюда мне и надо. Рядом с бывшим пансионатом Волна. Сейчас мы туда вниз занырнем. И закончим этот ролик. Я обычно здесь пешком хожу, но, как видите, тут транспорт ездит. Ступенечки, дорожки такие не очень. Ну, люди пытаются найти себе место в тени. Или где поставить, припарковать свое транспортное средство безвозмездно. И попасть к пляжу. Вот они сюда и приезжают. Мне же на мотороллере можно проехать несколько подальше. Я здесь найду себе местечко. Вот буквально где-нибудь здесь в тенечке и найду. Никому не мешая. Сюда ночевать, а порой и зимовать, приезжают водоплавающие яхты, катера, все такое. Я вам показывал как-то. Горный ручеек практически высох. Воды нет. Чуть-чуть там, что-то там, тихонечко-тихонечко течет и все. Чуть жив, короче. Видите? Там дальше есть тайная тропа, которая ведет вас в санаторий Одиссея. Ну, а я заканчиваю этот ролик и плавно приступаю к другому. Тому, который будет называться дневным обзором здесь, на самом северном пляже поселка Лазаревская. Всем пока!